Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сегодня 10 апреля. Хочу предложить вашему вниманию мою клубнику, которую выращиваю из семян, как она выглядит. Ну и поделиться некоторым опытом, который накопился за это время. Клубники уже 3 месяца со дня посева и уже какие-то выводы можно сделать. Вот это вся моя скромная рассада клубники, которая выращивается из семян. Она уже постоянно находится на лоджии. Просто сейчас ее занес вот сюда, чтобы удобно было бы рассмотреть. А клубники здесь следующие сорта. По 4 стаканчика в основном на каждый сорт. Это сорта Азия, Руяна, Желтое чудо. Экспериментальные сорта из своих собственных семян это Лорд и Юля. И последняя посеянная клубничка это сорт Рюген. Первая клубника была посеяна еще 9 января. Сеял я ее в контейнеры. Выращивал в состратификации. То есть сеял на грунт семенами, немножечко их вдавливал. И потом посыпал снегом и отправлял на неделю в холодильник. После этого выставил на окно и стал ждать всходов. Но поскольку, как упоминал, у меня еще некоторое количество экспериментальной клубники. Я ее выращиваю просто, чтобы попробовать разные способы. Потому что выращивая клубнику из семян в трой год, необходимо набираться опыта. И вот часть клубники Лорда и Юля поставил в холодильник на стратификацию на неделю, повторюсь. А часть сразу поставил на подоконник и начал ждать всходов. Сразу хочу сказать, что стратификация себя никак хорошо не показала. Напротив, и семена хуже всходили, и клубника росла не так хорошо. То есть, считаю, это совершенно ненужное мероприятие. Больше так делать не буду. И уже в этом году один раз это не делал. После этого клубничка зашла примерно с 17 по 25 января. Первое время держал ее под укрытием из полиэтиленовой пленочки. То есть, маленькие росточки, они очень маленькие, садоводы это знают. И вот эти росточки прикрывал пленкой от сухого воздуха в квартире. Но очень скоро заметил, что делать этого не следует. И очень быстро стал открывать эту маленькую клубничку. Сначала на 2 часа, потом чуть-чуть подольше. И через 3 дня примерно уже стал оставлять клубнику постоянно в открытом виде. Только по мере необходимости из маленькой леечки очень аккуратненько поливал вот эти вот росточки. И клубника начала расти. После того, как она немного окрепла, контейнеры были маленькие, неудобно было в ней клубнике. Клубнику распикировал 6 февраля по стаканчикам. Вот по этим стаканчикам. Стаканчики пол-литровые. И с той поры клубника здесь и растет. К слову сказать, грунт использую для рассады свой, состоящий из двух компонентов. Это огородная земля из-под неплохого предшественника клубники лука. И вторая половина это перепревшая из-под сосен. То есть перепревшая старая сосновая хвоя, немного с песком там она полностью в труху она перепрела. И вот 50 на 50 с огородной землей. Получается немного кислая среда, но клубники это как раз даже неплохо. Клубника очень хорошо взошла, все сорта взошли нормально. И чувствует себя по сей пору неплохо. После того, как клубника была распикирована, она некоторое время еще росла в квартире. И по мере возможности начал ее выносить на лоджию. Сначала, конечно, досталась вот этой экспериментальной клубнике лорду июля. Может поэтому она немного меньше ростом, потому что было еще очень холодно. Однако я начал уже пробовать на этой клубнике различные варианты. То есть вынес ее сначала на лоджию. Вижу, она держится неплохо. И только тогда начал выносить остальную клубнику. И потом, где-то примерно с неделю, ну немножечко больше назад, начал клубнику прореживать. До этой поры пикировку делал кучкой. И было в каждом стаканчике, ну по нескольку росточков. Проредил клубнику следующим образом. Оставил примерно по 2-3 ростка в каждом стаканчике. Так буду высаживать грунт, а делать это буду примерно в конце мая. И так она будет потом там расти. И уже там размножу. Повторюсь, клубники на каждый сорт немного, всего по 4 стаканчика. Что интересно, вот эту клубнику лорд июля экспериментальную прореживал позже. И видно, что ростки отстают. То есть, когда их было много, в стаканчике им стало тесно. И они тормозились в развитии. Опытные садоводы, конечно, скажут, что клубника для трехмесячного возраста выглядит очень скромно. То есть, довольно маленькой и должна быть намного больше. Так оно и бывает. Но дело в том, что клубники с самого начала были созданы спартанские условия. То есть, никакой подсветки ей не делалось. Никаких подкормок ей не делалось. При первой возможности сразу выносил ее на лоджию. Даже когда было прохладно. И поэтому клубника заметно отстает. Но, надеюсь, эта закалка поможет ей потом хорошо уже приживаться в открытом грунте. И там переносить все невзгоды. Сделано это специально. И то, что клубника отстает, никакой проблемы нет. Еще до высадки очень далеко. И клубника будет выглядеть нормально. Кроме этой клубники, еще один сорт клубники. Рюген. Вот она. Видно, что она очень сильно отличается. Гораздо она меньше роста. Эта клубника была получена в подарок. Незапланированный сорт клубники. Но, конечно, я не отказался ее вырастить. Посеяна она была намного позже. 25 февраля. То есть, заметно она моложе вот этой вот клубники. Посеяна еще 9 января. Но, тем не менее, клубничка взошла хорошо. С учетом опыта. Эту клубнику я уже никакой стратификации не подвергал. Никакой пикировки для нее не делал. Сразу она была посеяна прямо вот в эти стаканчики. По нескольку семян было уложено в каждый стаканчик. И клубника так и росла. Она взошла неплохо. И с той поры так тут и растет. Клубничка еще маленькая. Но уже подходит время, когда ее буду прореживать. Также точно оставлю примерно по 2-3 ростка в стаканчике. И этого будет вполне достаточно. Это сорт клубники Рюген. И выглядит он тоже достаточно неплохо для такого возраста. Но время еще есть, повторюсь, так что он подрастет заметно. После этой затянувшейся вступительной части, я думаю, можно показать конкретно, как выглядит каждый сорт клубники. Вот это сорт клубники Азия. Видно, что у нее листики отличаются немного от других мелкоплодных сортов. Этот сорт я тоже получил в подарок от одного хорошего человека. И вот тоже хочу развести эту клубничку на участке. Вот это сорт Руяна. Это я семена купил в магазине. Просто попробовать, посмотреть, что этот сорт из себя представляет. Растет эта клубничка очень хорошо. Вот это 4 стаканчика клубнички Желтое чудо. Но само название говорит о том, что это Желтая клубника. Можно заметить, что вот с клубникой Желтое чудо произошел неприятный инцидент. Единственный со всей клубникой. Дело в том, что когда я пикировал вот эту клубнику, один стаканчик уронил случайно, уже с ростками. И, к сожалению, они все погибли. Осталось у меня 3 только стаканчика. Но когда прореживал клубнику, ростков было в достатке. И некоторое количество росточков были отсажены в отдельный стаканчик. Чтобы было всего 4 стаканчика, как и прочих сортов. И вот сейчас клубника выглядит таким образом, что даже и не отличить, где я отсаживал ростки клубники. Сейчас посмотрим. А, вот он. Вот этот стаканчик. Видно, пометка стоит, что отсаженные ростки. Но сильно эта отсаженная клубника не отличается от всей прочей. Может, самую малость. Да и то вряд ли. Вот, по-моему, примерно одинаковые все вот эти вот ростки клубнички. Ну, клубника Лорд и Юля. Вот она. Она немного отстает, потому что ей досталось в связи с моими экспериментами. Но основная причина отставания в том, что я ее прорезал намного позже. Ростки мешали друг дружке, и клубничка подостала. Так что с этим тоже затягивать не следует. Ну, и последний сорт, о котором уже упоминалось, это клубника Рюгин. Вот она. Она, скорее, напоминает землянику. Но, поскольку по традиции в нашей местности все эти вещи называют клубникой, приходится и мне следовать этому правилу. Выглядит нормально. И в самое ближайшее время тоже буду ее прореживать. Потому что, когда много росточков, они начинают мешать друг дружке. Вывод можно сделать следующий. Через три месяца после посева вся клубника имеется в наличии. То есть, все сорта сохранились. Каких-то серьезных проблем не было. И выяснилось много интересного. То есть, опыт постепенно накапливается. Это, во-первых, надо делать грунт как можно более рыхлый. Вот прошлый год у меня грунт был тяжелый. И клубника росла гораздо хуже. То есть, 50 на 50 земля огородная с торфом. Очень хорошо идет торф, который используется из-под сосен. Это первое. Второе. Что никакого толку от стратификации нет. И больше этого я делать не буду, если доведется выращивать клубнику. Напротив, всходы, которые были после стратификации, они не только позже появились, но еще и были более слабыми и долго очень отставали от всех прочих. Это очень хорошо было видно на экспериментальной клубнике сортов Лорд и Юля. В-третьих, совершенно не обязательно первое время после всходов прикрывать их пленкой от сухого воздуха. Оказывается, клубника очень хорошо переносит такие проблемы. Вот эту, например, клубнику, сорт Орюген, сразу, как только появились росточки, сразу их поставил к окну и вообще не прикрывал ничем. И клубника росла нормально. Но здесь надо следить только очень внимательно за тем, чтобы грунт всегда был влажный. И поливать очень-очень аккуратно. Как я это делаю, рассказывал отдельно. Из малюсенькой леечки поливаю клубнику очень аккуратно. И она очень хорошо растет. Еще один момент. Вся клубника неплохо переносит прохладную температуру. Когда на лоджии было, ну, примерно ночью градусов 5 в плюсе, днем градусов 15-20, клубника уже была там постоянно. И сейчас ее снова туда поставлю. Это никак ей не мешает. Она даже закаляется. И, надеюсь, это ей поможет неплохо расти уже в открытом грунте. Никаких подкормок клубники не делал. А так она закаленная и прекрасно приспособится к условиям открытого грунта. Повторюсь, в целом никаких проблем с клубникой не было. И в заключении могу только сказать еще одну очень важную вещь, которая волнует каждого садовода. Основная проблема при выращивании клубники из семян – это качественные семена. Если семена хорошие, то клубника всходит очень хорошо. Вот у меня оказались довольно качественные семена, полученные от друзей. И магазинные попались неплохие. И клубника взошла хорошо. Однако так бывает далеко не всегда. А вот если семена более плохого качества, то тут начинаются проблемы. И это отнюдь не вина садовода, что если из 20 семян всходит только одно, и то больное, и в конце концов растет плохо, и может даже погибнуть. Ну а как решать проблему с семенами – это, конечно, вопрос глобальный. Надо как-то искать надежного поставщика, применять загущенный посев, ну и так далее. Это тема для отдельного разговора. Так что пожелаю всем огородникам, кто выращивает клубнику из семян, получать хорошую рассаду, и в конце концов добиваться потом из полученных растений хороших урожаев. Это того стоит. Еще раз повторю, что это не так сложно. Ну а кто не пробовал этого делать ни разу, то советую попробовать хотя бы разочек. Уж по крайней мере, это даже из интереса можно сделать. Действительно, очень интересно наблюдать, как растет клубника. Как из малюсеньких росточков вырастают вот такие красивые растения. Но соответствуют ли купленные сорта оригиналу, это, конечно, выяснится только после того, как появятся первые ягодки. Посмотрим. Начало новым сортам клубники на участке положено. Ну а дальше покажет время. Ну и в конце пожелаю всем огородникам крепкого здоровья, хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.